Всем привет! Вы смотрите ЕМЭТСГЕЙМ. Мы находимся в ночном поезде в Берлине. К нам пристала некая немка со своим пидорковатым другом Буби. И хочет, чтобы мы прошли тест на чистую кровь. Поехали! Давайте пройдем с вами тест. Нужно выбрать карточку, которая нас возбуждает. Слушайте, а давайте его будем называть не Буби, а Биби. Биби. Знаете почему, да? Ну я думаю, догадайтесь, почему Биби. Есть же такой у нас Джастин. Биби. Пистолет прикольный. Но за пистолет она нам, брата, запретила. Можно, конечно, попробовать взяться. Давайте попробуем, ради интереса. Ну умрем, все равно здесь же начнем. Давай. Бля. Понятно. Все ясно. Никак у нас это не получится взять. Значит, надо будет проходить тест. Окей. Значит, будем проходить тест. Давай. Че, а, уже выбирать? Я люблю вообще левую сторону. Давайте глазик выберем. Счастливым. Да, раз слева. Я же говорю, люблю левую сторону. Давайте. Бабочку. Может, надо было в это время, когда она отвернулась, и он отвернулся взять ствол. Отвратительно. Это мне ничего не отвратительно. Ну, раз слева, значит, паук. Блядь. Не ту, что ли? Ага. Да, слушай, я от своих слов не отказываюсь. На паука хочу. Понятно. Неправильно. Ну ладно. Бывает. Как же он меня бесит. Я бы ему... Все, пистолет не могу взять. Она шутки, короче, шутит. Понятно. Ну, пошутили. Хватит, что тогда. Прям застрелил бы вот это вот. Кстати, они борются, да? Помните, там с... Геями, с еще с какими-то... Все, спасибо, можно идти, да? Борются с геями совсем, а вот этого Биби... Оставили? Ну ладно. Да, спасибо. Счастливо. Вернуться к Аньке. Пошли. О, блядь, машина. Че ты смотришь на меня? Иди. Так, а интересно, у нас купе, плацкарты или люкс? Судя по всему, купе. Хотя, может даже... А, не, слушайте, так это люксы. А мы тут или у нас следующий вагон? Люксы. Одна кровать, это люкс. Да, еще Ван... О, здравствуй, Анька. Да, у нас тоже люкс. Отлично у нас здесь. Кровать, душ, все как нужно. Кровать одна. Так, записочка, давайте почитаем. В Хорватии открыто новое местоположение. Загреб, 60-й год, октябрь месяц, 11-е число. В несколько километрах к северу от хорватской деревни Белица обнаружено богатое месторожнение известняка. Геологи, осмотревшие район, обнаружили большие залежи особой разновидности этого камня. Она идеально подходит для изготовления супербатона. А, супербетона, супербатона. Супербетона, материал, из которого славные архитекторы Рейха возводят новые здания. Не исключено, что это крупнейшее открытие в истории. Заметила участница экспедиции, отвечающая на наш звоночек. Окей. Так, что дальше-то? Тебе поднос, на поднос. А, с тобой поговорить надо. Давай. Да, тебе кофеечек. Добрым утром, ну или добрый вечер, там, как тебе угодно. А, давай разделим с тобой это ложе. Ладно, шутки шутками. Ох, ничё си! Конечно. Ой. Детишки, 18 минус и 16 минус. Закрывайте глаза, кто смотрит. Но всё равно тема сисек не раскрыта. Так что, можете даже посмотреть на голую спинку. Слушай, чувак, ты вроде как бы занимаешься сексом, а какие-то у тебя мысли в голове. Ну, у меня всегда есть мысли в голове, да? Просыпайся, мы приехали. О, уже в труселях. Модный у тебя труси. Отель Гляйхмут, Берлин. Куда идти? Так, тюремный автобус нас отвезёт в тюрьму, да? Да, я так понимаю. О, это и есть тюрьма? Я сомневаюсь, что это тюрьма. Но если это действительно тюрьма, то почему отель находится так близко с тюрьмой и ещё пленных здесь? Ну, хотя 60-е годы. Так, забраться на тюремный транспорт. Хорошо, я так понимаю, нам по крыше, да, вот так вот перебираться? Давай. Она их пошла отвлекать, да? Где она? А, вон она стоит базарить с ним. Давай. Так, тут чё? Здесь закрыто. Здесь просто записочка. Окей. Серия убийств. Есть двое подозреваемых. Берлин, 60-е годы, 11 октября. Источник близких к расследованию сообщает. Череда варварских убийств вот уже несколько месяцев терроризирует город. Может оказаться делом рук двух выродков. От рук подонков уже погибли пять человек. Тела всех жертв зверски расчленены, раскидав по канализации. Свидетели сообщают, что на местах преступления видели двух странных людей. Судя по всему, умственных и физически неполноценных. Они не похожи на благонадежных берлинцев, сообщает один из свидетелей. Наверняка это их рук дело. Понятно. Нацистов вообще мочить святое дело. Хоть ты умственно отсталый, хоть нормальный, неважно. Так, куда дальше-то? Ага, все, я понял. Сюда нельзя. Короче, по крыше надо вот так вот сбоку пробираться по водосточным трубам и так далее. Я понял. Прочу прощения. Погнали. Так, записочку мы читали, значит прям бежим прямиком. Давай-давай. Бласковиц. Биджей. Уильям. Так, она пока их отвлекает, да? Ага, все, вижу. Давай. Оружия, я так понимаю, у нас нет. Да, только нож. Окей. Может здесь чем-то разживемся. Что по карте? Есть где-то восклицательный знак. Так, чисто, свободно. Что это такое? А, это фигня, которая стреляет этими. Нужно найти аккумулятор. А, гвоздопуль, которая гвоздями нет херячит. Аккумулятор. Отличненько. И что, гвоздями будем херячить? Окей. Окей. Так. Забраться на тюремный транспорт. Отлично. А, что аккумуляет? А, это резак плазменный. Нифига си. Так, нужен еще один аккумулятор, да? Или что ты говоришь, подзарядить? Где мне его подзарядить? Там, наверху. Так, подожди. Давай по-тихому пока что. Ага. Что это? Ага, подзарядим аккумулятор. Справа внизу нас показывает. Хорошо. Так, а что, как нам тут? А, все, понял. Пол, пол, пол. Погнали. Я, ребятки, объясню, почему подсказок нет. Потому что я эту миссию здесь... Ну, я отсюда не дошел. Вот, по-моему, я до этого окна дошел. И у меня... Так, с разбегу. И у меня крашнулся бэндикам. Поэтому... Ох, тут сколько окон. Поэтому нет подсказок по поводу этого плазменного резака. Обнаружи сигнал. Тихонько. А где сигнал-то? Ага, я понял. Оба. Отличненько. Никого нет? Ага, есть. Куда пойдешь? Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Что это? А, это... Как этот сам пепельница. Я подумал, это корм для... Псины. А, хотя вон псина, да. Псина спит. Окей, спи. Оооо. Бля, как ты меня спалил, как говнюк, а? 28. Давай. Отлично. Перехватили. Давай с тобой теперь. Замахивайся. Давай, замахивайся. Отлично. При замахе, ребята, если вовремя нажать, он блокирует удар и его просто убивает. Взгляд изнутри. Сибирский учебный центр. Москва. 60-е годы. Октябрь месяц. 12 число. Учебный лагеря для спецназовцев Черепа. Расположен на севере Урала, неподалеку от Карского моря. Считается едва ли не сам суровым в мире. В нашем журналистском расследовании мы расскажем, как эти бесстрашные арийцы выживают на лютом морозе. Как закаляются и становятся непобедимыми войнами. Вы охренели? Мы вас победили. У нас вот 70-летие войны только-только было. А ты мне говоришь про то, что на Урале вы там тренируете своих спецназовцев. Я вас умоляю. Так, собака где-то там еще была. Сейчас я. Или мне показалось. А, нет собаки. А я думал, есть собака. Так, этот, видимо, офицерчик. На втором этаже. Погнали. Так. Так, все чисто. Нам, походу, сюда. Офицер. Хер офицер. Ага. Вижу тебя, хер офицер. Классная музыка, да? На. В ухо. Так. Здесь есть какие-нибудь? Есть где-то вопросительный знак. А ну-ка, давайте к нему. Первый немец на Луне. Чего? Берлин, 51-й год, 21-го июля. Вчера ровно в 15.58. Космонавт Ганс Армштарк. Стал первым человеком в истории, уступившим на Луну. Да вы че, с ума что ли сошли? Это был Армстронг, все это знают. Эпохальное событие состоялось через 30 минут после того, как Армштарк со вторым пилотом Эммерехом Отто подвели лунный модуль к месту посадки. Эта область известна под названием «Мерцающая чаша». Первым делом первопроходцы подняли на покорение. Подняли на покоренной Луне победоносное знамя Великого Рейха. Затем они собрали образцы грунта и камней для дальнейшего анализа на Земле. От скоты, ну я вам устрою. Устрою. Ой, устрою. Так, где вопросительный знак? Нифига себе, он где-то аж там. Ёх, я тебе дам. На Луну. Так у меня слетаете на Луну. Так, где-то вот здесь. Подожди. А, вот собака. Я же говорю, собака где-то была. Лежи. Где-то вот здесь. Так, каска. Где? По-моему, здесь где-то был. Нет, не здесь. Телефон звонит. Подождите, с телефоном. Где-то вот здесь. А как мне туда пройти? Прямо вот где-то вот за этой стенкой, ребятки. Может, через окно? А, я выбраться не могу. Почему я не могу выбраться-то? Эээ! То есть я уже все, раз зашел вовнутрь, все, я теперь туда не смогу пробраться. Я, видимо, мог зайти и выйти через вот эту какую-то дверь. Блин. Где телефон звонит? А, вот. Давай. Ну, ответь ему там. Я-я. Замечательно. Ну, хрена лысого уже, видимо, нет. Мы ему уже убили его, видимо. Да, мы туда пробраться не можем. Ладно, валим отсюда. Мы туда пробраться не можем. Хрена лысого мы убили. Мюрлера нет. Автобус приехал несколько минут назад, поэтому надо быстрее до него добраться. Ага, понял. По периметру вот так вот надо пройти. Тихо, 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 тихо. Так, ребятки, сейчас, секунду, я себе сделаю чуть тише. А то у меня этот что-то давит на речевой, на слуховой аппарат их речь. Так, давай-давай. Не, не в окно, дальше идти надо. Так, всё, я себе вроде сделал как немножко... Чё, всё? А куда мне? А, ещё. Ага. В смысле? А, вот ты какой. Да, ни разу не слышно. Ну, ладненько. Всё, мы направляемся в тюрьму. Слушай, ну, биджей, вообще-то из стали, камни и бетон, как бы, и раньше, по-моему, строились. Разные здания нет. Ну, было, конечно, там когда-то солома, деревья, но... В сорок... В сороковом году уже были бетонные востройки, ты и в шестидесятом удивляешься? Какой-то ты странненький. В отношении к нам. И я буду бороться. Но я обещаю вам это. Снайла, стайла! Друзья, если это, где они держат тебя, я буду найти тебя. И ставлю тебя свободно. Ну, давай, сдерживай обещания. Правда, придётся нашими руками. Ух ты, бляха, там робот. Так, всё, мы в тюрьме. Пробраться на крышу. Хорошо. Туда, видимо, да? Здесь как, можно топать? Нет? Давайте сразу проверим. Вроде можно. Так. Это я на крыше? Что-то их там дохера. Нам похоже на то, что сюда. Ага, вот лестница. Я понял. Так. Ну, тут, наверное... Ага. Только хотел сказать, тут, наверное, никого нет. Жалко, что нельзя в полёте с прыжка, да? Как в Дейнлайт, например, паркур. Так. Оба. Отличненько. Так, вон ещё один. Собаки. Вон их ведут. Ага. Ага. Понял. Отличненько. Найти блок Б2. Хорошо, сейчас найдём блок. Они в блоке Б2, да? Ой. Охренеть. Ещё там один ходит. Подожди. Так. Кто-то нас не спалит. Он не сюда идёт, надеюсь. Нет. Так, подкормись немножко. А эти ящики не разбираю. О! Так, ничего нет. Патроны для пистолета. О, отлично. Так у меня... О, для автомата. Только у нас нет пока ничего. Может где-то здесь валяется. Пистолет, автомат, дайте что-нибудь. Мне бы было бы очень хорошо. О, ещё ящики. Нет. Здесь только... Только здоровечка. Так, здесь можно подзарядить. Давай подзарядим. Отлично. А, всё, я понял, где он нам пригодится. Прям вот здесь. Сетка. А это что за херня? Типа, если мы попадём на лазер и сгорим, нахрен, да? Тихо, тихо, тихо. Тихонечко. Блядь, не заметил. Я вроде на альт на... Я нажал на альт, но почему-то, ребятки, он не выглядывает. Так, интересный лазер. Так, всё, вали отсюда. А, и тут ещё один лазер. Ладно. Блин. Да давай побольше мне. Твою ж налево. Я понимаю, за ним надо идти? Или вот тут надо пробежать, пока лазеров нет? Давайте за этим попробуем. Блядь, собака откуда-то сзади. Сейчас мне пипец будет, что-то я погорячился. Ладно. Где собака? А тебе похуй на лазеры, да? Ладно. Так, а мне куда? А, вот, нет лазеров. Короче, вот тут надо проходить. Давай. Давай подерёмся. Замахивайся. Да ты достал! Как вы так сразу ко мне-то накидываетесь-то на меня? Это очень плохо. Я больше не переживу. Надо потихоньку лучше. Так, здесь лазеров вроде нет. Ты меня уже спалил, да? Я так понимаю. Я не могу просто от тебя соскочить. Он вроде не видит. А здесь тупик. Так, можно подзарядить. Сейчас попробуем. Он за мной идёт, да? Да, похоже на то. Да. А давайте просто убежим. Не будем сейчас с ним. Ах ты, скотина, блядь! Ладно. Когда охранник нападает на вас с дубинкой, вы можете провести контратаку. Обязательно приведите её в момент удара дубинкой. Хорошо. Это мы знаем. Только не всегда получается. Они как-то иногда резко набрасываются. Так, ну сейчас понятно. Сейчас всё по стелсу. Будем... О, здравствуй. Почему он его не убил? Пипец он ему просто взял и дал по щам. Прикиньте. Так. Ну, здесь мы немножко, конечно, подкрепимся. Так. Я надеюсь, он не услышит. Вроде нет. Забирай. Взял меня, спалил ублюдок. Отлично. Так, давайте позабираем. Может, всё-таки у кого-нибудь автомат добудет. В итоге там потом. Знаете чего? Я думаю, у охраны тюрьмы нет автоматов. По той причине, что вы, если заключённые сбежали, автомат не украли. Поэтому только дубинки. Вот так получается. Так, а если я вот сюда вот так вот проберусь? Спалил меня, скотина. Ну, давай. В момент удара. Давай. Да вот как? Ладно. Собака, блядь. Бежим. Давай, псина. Заблокируй твой удар. Давай, давай, пожалуйста. Есть. Бля, тут ещё один, а. Давай, в замахе я тебя поймаю. Есть. Так, ты иди в жопу. Куда нам? Нет. А, всё, вижу, куда. Спасибо. О, ещё ящики. Вот, то, что нужно. Во. Вот теперь хорошо. Ну, пошёл он вон. Нам вот сюда, по факту. Ещё ящик. О, сорок. Можно его, кстати, и убить. Чё нет-то? Давай. Замахи, сейчас тебя поймаю. Замахивайся. Давай ещё раз. Вот так. Зараза. Фу, отлично. Погнали вниз. Как всё? Он так элегантный и тих. Блядь, куда? А, понял. Подкат. Фу, блядь. Ага, понял. Давай, давай, давай. Фу, блядь. Грёбаный ты, чудовище. Куда мне? А, понял. Фу, как же я испугался-то, ребятки. Вы не поверите. Так, стоп. А что с этой стороны? Закрыто. Понятно. Давай карту. Угу, понятно. В блок. Б. Б2. То есть, вот сюда куда-то нам нужно. Да. Ладно. Блядь, как он меня заметил? Я же выглядывал из-за укрытия. Ну, давай. Сокотина. Даже когда мы выглядываем из-за укрытия, они нас видят. Слушайте, ну так нечестно, в принципе. Ага. Погнали наверх. Мы же из-за укрытия. Тем более, у нас есть такие перки, чтобы... Не? Жаль. Есть перк даже такой, чтобы убить из-за укрытия. С пистолета и... О! Писаешь, дружище. Ух, ни хера себе. Вот это зверски было. Еще и слил его нахер. Вообще красавчик просто. Так, где-то есть... Ага, еще и собака. Где-то есть. И офицер. А, вот собака. Так. Спит, что ли? А, ну спи. Сначала собачку. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так. Я думал, он не проснется? Нет больше никого. Вроде нет. Отлично. Просто дал по черепушке. О, еще один чел спит. Что это такое? Ключ какой-то. Ни хера себе. Так, давайте сначала вот этого убьем. Тихую. О, это было прям реально четко. Прям вообще огонь. Прям ему снизу так. Надо было ему в орех, а не в спину. Ладно. Так, записка вон какая-то блестит. Вырезка из газеты. Так, где-то еще есть офицерчик-то. Я думал, это офицер. Но нет. Давай. Ученые. Уже через пять лет Манхэттен будет пригоден для жизни. А, они же бомбу ядерную скинули, да? Берлин, 60-й год, октябрь месяц, 12 число. Уж 10 лет как Манхэттен превратился в радиокальную пустошь. Из-за риска получить летальную дозу радиации, мало кто рискует заходить в запретную зону. Но теперь ученые полагают, что обнаружили способ всего за пять лет превратить нью-йоркскую воронку в пригодную для жизни местность. Благодаря этой технологии мы наконец-то сможем чаще использовать атомные бомбы, не боясь навредить окружающей среде. Заявил на утренней пресс-конференции профессор Йоган Трейд. Ну, хрен знает, ребятки. Вы, конечно, типа победили, типа все... Все переоткрыватели и на Луне, и так далее. Но у нас... Где-то здесь он? А, вон он спит. Собака, что ли? Нет? Нет. Но, ребятки, могу вам сказать, у нас вон до сих пор в Припяти никто не живет. Уже более 25 лет прошло. О, отлично. Более 25 лет прошло, у нас никто не живет. А вы там что-то хотите за 10 лет Манхэттен-то перевести в жизнь? Ну-ну, я вам устрою жизнь. А, понял. Отлично. А, там подзаряжалка. Так, есть тут какие-нибудь вопросительные воскресательные? Да, вот здесь где-то есть прям. А вопросительные где? Все, дальше по коридору. А, это мы здесь были. А, вот это воскресательный знак, я понял. А, вот вот чего ключ. Ключ. Так, давайте дождемся, пока он вернется. А, он пойдет налево. Я понял. Спасибо, что подсказал. Давай, бежим. Тихо-тихо, тихо-тихо. Тихо, дружи, тихо. Так, а, он сверху не попадает, представляешь? Давай. Замахивайся. Да замах... Замахивайся уже. Охренеть, прикиньте, он сверху просто его начал бить и не попал. Вот это физика. Ой, это что такое? А, это эти. Уголь, угольная шахта. Уголь собирает машину. Так, вижу чела. Нам до него добраться незаметно. С тобой мы можем что-то? Нет, с этой машиной мы не можем взаимодействовать. Хорошо. Вон, лестница слева. И лестница справа. Так, слева вроде никого. Не вздумай меня задавить. А вот здесь был какой-то тип. Че ты спрыгнул-то? Я просто мышкой повернул налево, и он спрыгнул, ребятки. Да, он просто прыгает, если повернуть мышкой. Ладно, будем залазить так по-рыхлому. А где он? Куда он делся-то? Куда он отсюда пропал? Он же здесь стоял. А, вон он. Он ходит по периметру. Окей. Друже. А что, если мы в подкате его убьем? Не, не получилось. Давай, замахивайся. Ух, нифига, он с километра на меня просто напрыгнул. Гаденыш, а. Прикиньте, в подкате было бы прикольно. Если бы он проехал, у него между яиц провел бы ножиком. Было бы прикольно. Так, отличненько. Погнали дальше. Так, сейчас спокойно, все потихонечку. Фу, блядь. Фу, зараза такая. Чуть не это самое. Так, мы как помним по этой, да? По The Old Blood надо просто быстро бежать. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Мы бляха-муха. Нифига снял хпшку. Понял. Не дурак. Давай. Все, собачка. Счастливо тебе. Так, тихонько. Подожди, стой. Нет. Это она долбит? Это да не хочу пока отсюда спускаться. Да не, вряд ли она эти двери раздолбит. Погнали дальше. Оба-на. Туремный блок Б2. Отлично. Так, давайте его сейчас потихонечку... Найти членов сопротивления. Хорошо. Ты что, сам с собой что ли беседаешь? Их двое. Ну давайте одного так убьем, а второе на захвате. Давай. Да как? Он так опять ко мне бросился за километр. Добивай его. 14 хп ставил. Ну, сучок. А, нам сюда нужно. Так, что у нас тут? Ну, по факту только сюда. Есть еще где-то вопросительный знак. Там, наверное, какой-то код. Ладно, не будем мы уже возвращаться за ним. Не сможем открыть новые главы. Печалька, конечно, будет. Если не сможем. Вельгенштрассе. Штрассе. Ляйцебельш... 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 Не выговорил. Лягчебельш... Страша 13. Как-то так. Фильм какой-то был. Диверсанты, по-моему. Так, тихо. Фотографировать запрещено в тюрьме. Понятно. Б2. Отлично. Че это такое? А! Ну-ка, сдохни. Как так? Так, давай, в замахе. Давай, на замахе тебя поймаю. Да ты достал уже, бляха-муха. А, это сопротивление. Окей, давай. Давай. Погнали, друзья. Все за мной. Я буду вашим предводителем Каманчи. Как Спартак просто. Предводитель Каманчи, Спартак. Все перебрал. Отлично. Да, подзаряди. Отлично. Че, с тобой еще поговорить, что ли, надо? Давай. А это не тот ли чувак, которого мы спасли от черепа, нет? Как-то похож издалека. Ну да, мы гроза нациста. Бласковец, как поживаешь? Да, вроде все супер. Пока. Ну, не считая того, что я 14 лет был в амнезии. Фергюс. Ладно, Фергюс. Будем знать. Ох, бляха, муха. Тихо, 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 не паникуйте. Карта дополнена, атаковать с тыла. Ага, понял. Нам надо пробраться вот через верх. Окей, ребятки, давайте на этом закончим этот эпизод и продолжим в следующем. Не забывайте подписываться на канал, на твиттер, на паблик ВКонтакте. На этом вроде бы все. С вами был Макс. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...